Радуйтесь и живите, что я буду здравоохранного на Великиме. Так вот, Господь Иисус Христом вызывает нас радостью. И мы из вас будут сказать, где на мне взять радости, когда у меня нет и для нынешнего праздника. Так как действительно есть такие люди, которые ныне готовы плакать от скорбей, то мы подричем о том, что в тем самом деле взять радости, когда их нет. Говорю, вы уже сами можете догадаться, кому я другу советую вам обращаться за радостью. На нынешний праздник. Так Иисус Христос, Иисус Христос, начальник нынешнего светлого праздника. Он хозяин нынешнего пира. И потому к нему обращайтесь. Так же к нему обращаться за радостями. Простите его надобно. Попросите только самую пирму. Меня, Господи, не что ли веселит ныне. Обрадуй сердце мое чем-нибудь для твоего праздника. И он обрадует тебя. И он скажет тебе, в ныне радость Господа твоего. После чего, что может препятствовать тебе ныне радоваться? Скажи, от чего можешь ты ныне скорбить? Впрочем, ты не мне, скажи, а Спасителю скажи. Ему, скажи, это верно. Вот, Господи, от чего я ныне не могу радоваться? Вот, от чего скажу, болен я, беден я, грешник я. И так, сам не знаю от чего. Скажи, и ты на деле испытаешь, как он готов радовать всегда, и особенно в нынешний праздник, тех, которые обращаются к нему. И так, дай ему спасительным ныне просить тебя радости. Как же и не просить его, ведь всем тем, кто ныне радуется, Спаситель же посылает радость. Он начальник нынешнего праздника. Он хозяин нынешнего веселого пира. Он всех ныне поит вино в веселье. Он всех угощает ныне пивом новым. Те радости, пустые радости, нехорошие радости, которые не вдруг Спасителя берутся. То вино не доброе вино, пакутное вино, которое не с его ждала получается. И так, будете ли вы, Спасителя, просить тебя радости? Не спрашиваю вас, надеюсь ли вы получите тебя радости от Спасителя? А спрашиваю только, будете ли вы просить? Ибо если будете просить, то непременно получите. Не успеете обратиться к Нему, Он уже радует вас. Не успеете выговорить, Он исполнит веселье в сердце ваше. И так будете ли просить Спасителя, чтобы вам было ныне весело? Вы Его обидите, когда будете скорбеть, а Его не будете просить. Да, Иисуса Христа, Спасителя, хозяина нынешнего духовного мира, вы обидите, когда не будете сказывать Ему, что вам не весело. Когда не будете просить у Него радости, с вами для нынешнего правительства. Иисус Христос любит, чтобы у Него все люди радовались. И любит, чтобы все у Него просили себе радости. И так радуйтесь, а за радостями обращайтесь к Иисусу Госуду. Просите их у Него, и Он вам подашь. Ибо Господь Иисус Христос сказал Евангелие, Просите, и даст вам. Почему же вы должны допускать мучения? Не дай Бог, никаких мучений допускать не следует. Наоборот, только лишь просить им быть уверенны. А если приходится мнение, говорите, веру ли Господи, помоги мы им на вере. И будем просить этих духовных радостей, услождающего Господа Иисуса Христа, и мы обязательно получим их. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok